Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дели. И я уже вернулся в Питер из Красноярска. Прыгнул в Сливу и еду к Семену. Перед тем, как я уехал в Красноярск, я выслал Семену логи с карты памяти. Вот как раз насчет проблемы, что зависает на 2000 оборотах. И он сказал, что это скорее всего что-то с дросселем или с датчиком дросселя. Поэтому еду к нему. Сейчас это все будем чинить. Заезжаем в царство ЖДМа. RX-7. Чайзер, Слива, Супра, Чайзер, Слива. Это явно наша компания. Так, тут не Семен. Здесь Семен. Это не Семен. Семена, к сожалению, в боксе нет. Он уже уехал. Поэтому оставлю машину. Завтра он все сделает. И, надеюсь, завтра и заберу Сливу. Кстати, когда Слива поднята, вот так вот торчат колеса, потому что развал уходит в положительный. Вообще становится плюсовым, получается. Вот так вот по зазорам. Спереди тоже довольно высоко становится. Хотя кто-то так вообще всегда ездит на такой высоте. Но это, конечно, для Сливы очень высоко. Она даже смотрится странно очень. Но, кстати, хватает, чтобы переехать почти все препятствия. Только я говорил, что так кто-то может ездить. Так вот. Ну, кстати, пониже, наверное. Ну, как на Лавре примерно у меня. Тут по полной работе идет. Парни там собирают и мотор, голову шлифуют, и Супру собирают, и СХ собирают. Красота. Готовы увидеть почти готового Лавра. Я приехал в 125 стайл. Мы здесь с ребятами уже все обсудили, какие будут дальнейшие работы. Буквально им осталось один денек. Сделают финишную работу. И Лавр будет готов. Вот так он сейчас выглядит. Уже на всех новых пластиковых элементах. На новых дверях уже. Пороги стоят, крылья. Капот, самое главное. Одно из самых главных. Карбоновый капот. В целом это все смотрится вот так вот. Сейчас пока нету фендеров и нету заднего бампера. Остальное все стоит. Новая крышка багажника пластиковая. Новые крылья. Все приклепано. Все по красоте. Двери. Заценим. Раз. Красота. Задняя. Идеально. Шепчет, шепчет. Далее по передним крыльям. Парни тут запарились и захотели сделать прям зазоры-зазоры. Здесь еще крыло подрихтуют, чтобы оно ровнее было. Но они решили сделать прям вот вровень-вровень. Поэтому использовали два самореза. Сейчас мы так подумали и уберем эти саморезы. Потому что чем меньше саморезов, тем крыло будет целее, когда оно отлетит после контакта с другой тачкой. И как раз крыло, получается, вылезет сюда. И это нормально для расширений. То есть крылья с расширениями, они все торчат тут. Даже вот на сливе посмотреть, там GP Sport стоят. И сюда можно прям ладонь просунуть. Поэтому этих саморезов не будет. Крыло немножко будет тут торчать. По-ждмному. И, соответственно, оно будет еще чуть тут пошире. По капоту тоже есть небольшие помарочки. Он сейчас здесь торчит и здесь торчит. То есть, соответственно, его надо подвинуть туда. И тогда он не будет как раз на этот сантиметр и торчать, и не доходить до крыла. Просто раз делаем, все как бы новое и все аккуратно, то пусть изначально будут вот такие стандартные зазоры. Хотя бы в таких вещах, как капот, крылья, ну и двери. Передний бампер встал отлично. Парни волновались, что вот тут есть зазорчик. Но меня он вообще ни разу не смущает. Здесь пока все на саморезах стоит, но будет все на хмутах стоять. Передний бампер супер вообще. Не знаю, у меня что ли разная как будто база у Лавра. Здесь колесо просто внутри. Там колесо торчит. Непонятно почему. С этим я еще разберусь. Хотя все одинаково. И проставки одинаковые. Диски одинаковые. И рычаги одинаково развалены. Зеркало приделали. Супер, держится. Кстати, дворнички еще подкрасят. Обещали вот здесь вот черным обновят. Заценим эту дверь. Как она закрывается. О, супер. Ну и задняя. Отлично. Установили новые задние крылья. Их подрезали где надо. То есть их надо было здесь подрезать, здесь подрезать. Здесь прикрепали. Здесь все четко. Вот здесь у нас тоже были разговоры, как сделать задний фонарь. Посмотрели прошлые фотки с прошлого года. И фонарь залезал все-таки. Вот сюда не было вот этой части. Пацаны сказали, что постараются фонарь поставить. Ну, как он должен стоять. Потому что он должен стоять вот так вот вплотную, короче. Возможно, он так встал из-за того, что надо крыло само железное поправить туда, вовнутрь. Сейчас здесь пластиковый багажник. Мой старый доктейл. Приделали замки. Пока по старой схеме. Но здесь будет фонарь. Здесь у Лавра фонарь. У меня целая вот эта катафота лежит в бус-моторсе. Надо ее привезти. Как не получится поставить замки. Хотя они тут идеально стоят на самом деле. Посмотрим, как изнутри все подрихтовано. Тут просто все поправили по кузовне, как это изначально плюс-минус должно быть. Просто выправили все. И все вот встало. Здесь еще сказали подварят. Тоже не стали тут заморачиваться. Что-то переваривать, переделывать. Но, наверное, и не надо. Сегодня просто серия цитат. Чем мягче, тем лучше выправиться с ноги. Багажник стал очень легкий. Даже здесь убрали вот один упор. Иначе он его прям выталкивает. Багажник кайф. И в целом все. Про все рассказал. Приделывают еще бампер. Мы тоже договорились, что здесь приделаем бампер на хомуты. Бампер состоит из трех кусков. То есть здесь часть, здесь часть и еще одна такая же. Думали, может, ее жестко сюда приделать. Но мне кажется, когда все-таки будет удар, какой-то киззывал, она будет отлетать. И лучше пусть она отлетает на хомутах. Спасибо за поддержку моих видосов, моих надежных партнеров One X. Все стилочки, промокод и широкая линия вот там внизу. Все еще будут готовить коклейки. Вот, например, крышку багажника. Ее не надо готовить. Она вообще идеальная. Сразу можно клеить пленку и все. А вот, например, бампер задний, его надо подготовить. Его надо замотовать, чтобы пленка не отклеилась. Крылья задние, их тоже не надо. Они прям идеально сделаны. Двери по мелочи какие-то вмятинки загрунтуют, подшпаклюют точнее. Вот здесь, например, наждачкой пройдутся по бортику, чтобы не было шероховатостей. Вот здесь тоже пройдутся. Здесь, видимо, когда бампер из матрицы вылезал, остались вот такие, как бы, порожки. Их тоже надо убрать, чтобы пленка легко легла. Пороги, в принципе, тоже не надо дорабатывать. Там, может, по мелочи. Пленку будем клеить поверх старой пленки. Это будет уже третий слой, особенно на крыше и вот здесь. Ну, а что делать? Просто если ее снимать, это очень долго, запарно. И, короче, это лавру нафиг не надо. С учетом того, что он боевой мисл все-таки. И хочется, конечно, изначально сделать все красиво, чтобы это все выглядело офигенно. Но потом это все разобьется. Это я понимаю, как бы, ну, без этого никак. То есть, если ты хочешь тренироваться нормально, то, ну, придется бить тачку. И не ты, так тебе разобьют. Поэтому к этому надо быть готовым. Но в целом, если даже не получится выставить фонари вот сюда обратно, то тоже ничего страшного. Здесь крыло выглядит, как будто это идет расширение. Хотя это крыло без расширения. Так что мне и так нравится, и так. Но посмотрим. Если получится, то супер. Прикладывали тоже фендер. Его надо, получается, доработать вот здесь, внизу. Вырезать под ручку. Вырезать под то, чтобы открывалась дверь. И под лючок бензобака. Хотя лючок сейчас уже не используется. Вот так, чтобы красиво было. Я приехал в Бус Моторс. Родной дворик. Этот дворик, кстати, напоминает мне чем-то. Дворик в ГТА. Такой тоже полукруговой. Правда, там был тупиковый. Здесь еще можно туда поехать. Ладно, не суть. На самом деле, у ребят давно не был. Хотел бы поснимать, что тут у них происходит. BMW Гоши. Она уже на новом пластике. Гоша, привет. Привет. Расскажи, что нового на Бэйхе будет в этом сезоне. Я смотрю, ты пластик обновил. Заказал пластиковые двери. Зачем? Облегчить. Потому что, я чувствую, в этом сезоне будет тяжко кого-то догонять. Потому что конфиг по мотору мы оставили старый. Они легче получатся каждое на 24 килограмма. Те 30. Тут пока что временное решение. Так, закрепил. А что будет? Будет быстросъем, скорее всего. Ну, это, наверное, вклеим. А дальше будет с той стороны быстросъем. Вот. Также планирую обновить пластик немного. Пороги и так далее. Вот это вот все вытянуть. Запилы. Запилы чьи-то? Крик-то мясников, да. А что, в принципе... Получается, вот это так и было, да? Это металлическое? Это пластик. А, это пластик. Ну, вот ты его не будешь чинить, да? Буду, буду. А, будешь? Да, отвезем. Там же наверх накладки какие-то идут или нет? Нет, слушай, мы... Или там будут фендеры? Здесь будет фендер. А с обратной стороны мы подлезем и восстановим это крыло. Ну, так по пластику, получается, ты поставил новый капот, двери... Не, капот старый. А, капот старый. Да. Просто он расклеенный, да? Да. И бампер. Да. Бампер у тебя недавно меняный, кстати, был. Подлечили крылья, тут подделали. Ну, это все, по шпаклюме, я думаю. А по мощности что-нибудь по тачке будешь делать? Нет. Там у тебя один JZ UVTi сток. Да, стоковый на мозге и на форсунках, да. Бустап. Бустапнутый. Ну, сил 300 там точно есть. Я думаю, она нормально едет. Но она ехала нормально, на самом деле. Ну, да, слушай, вроде бы, да, догоняла там. Я понял. В этом сезоне, конечно, чувство будет очень тяжело врываться. Ну, я еще поработал с подвеской, так что посмотрим, может быть, получше будет. Как тебе зимний сезон в Питере? Замечательно, ты уже, наверное, заценил ее? Не, я хотел сходить посмотреть, как ты раздолбал. Да, чувак, это боль, просто боль. Вы чисто выезжали на парковку и там месились? Да, 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 просто каждый раз как последний вы выезжали. Ну, правильно, с таким снегом реально надо выезжать каждый раз как последний. Я понял, спасибо Гошу, что рассказал. Пойду сейчас расскажу про Серегину тачку. Серега вернулся с отпуска. Вот его машина, пока он был в отпуске, ему покрасили подкапотку. Вот она свежая, белая, открашенная. Здесь уже вот готовы крепления для опоры двигателя. Ну, опоры, подушки, чтобы поставить мотор. Ну, белая подкапотка, офигенно открашена, все хорошо, блестит. Я так понимаю, что это белый акрил, скорее всего. По салону тут все так же. О, Серега, поймал тебя. Расскажи, пожалуйста, теперь ты, как готовишь свою Бэху к лету, ну, помимо мотора. По мотору мы помним, что ты планируешь свапнуть МАЗД МПС двигатель 2 и 3 Турбо. Открасил подкапотку, да? Тут заметил. Ну, да, я ее решил открасить, потому что тут были какие-то проблемы по покраске, там, шпаклевка начала отваливаться. Тут, как бы, человек все вроде как качественно делал, но уже, может, время пришло. Она достаточно давно была построена. Все подготовил к свапу, делал вот уши под установку лап. Сейчас отдал нам агитирование, мне вот сделали все их красивые. Ну, вот, приварил под башбар закладные. Это где? А, вот. Проверили геометрию по... Чашкам, да? По чашкам, да. Потому что у меня был вопрос, а мы на Новгороде, я забыл. Вот здесь вот так стоит, вот там вот так стоит. Мы померили, все нормально. Я в Новгороде просто убрался и забыл об этом. Но потом вспомнил. И сейчас сварю лапы и уже буду все делать. Я сейчас жду, у меня должны отбалансировать маховик. Я решил его отбалансировать. Ну, что, все по музею. Вот. И будем уже это все внедрять, делать проводку. Ну, и по салону все так же, да, ставишь? А каркас нашел? Нет. Каркас сочешь, да, болтовой? Если у кого есть каркас, болтовой. Да, Серега купит. По адекватам прайсов на E30. Мне неудобно сидеть, я хочу... Я тот сезон докатался. Я хочу сидеть чуть назад, опустить руль, вместо щитка сделать себе планшет. Поскольку я хочу поставить планшет вместо щитка, вот, приборов, у меня Маза-мотор, там все показатели. У меня есть специальная программа, которая пишет все показатели. И там же присутствуют варнинги. Ну, вот, то бишь, она мне будет пищать, моргать и показывать, если какие-то у меня проблемы по мотору. Поскольку очередь датчиков много, это будет очень классно. Да, прикольно. Кстати, нормальная тема. По внешке ничего не будешь делать? По внешке буду делать. Я сейчас перехожу на другую разболтовку. 514 на 3. Выпиливать задние арки. Другие колеса будут. И фендера будут красивые. И тут ту сторону ты обновил, да? Ты порог вытянул, стойку вытянул, дверь поставил. Да, она тяжелее не в цвет, потому что данная краска у нас получилась так, что человек, когда ее красил, он собрал какие-то все белые краски со своих знакомых. Ну, вот, и получился вот такой цвет. Мне очень нравится вот этот цвет, который мы выбрали. Он достаточно сочный, белый. Я не решил его менять. Я потом остальную машину докрашу. Просто, ну, это все-таки корч. Не хочу полностью красить, а все равно побьется. Вот. И хочу сейчас какой-то минимальный винил сделать на этот сезон. Спонсорские места есть уже на твоей машине? Спонсорские. Хотелось бы... Спонсорские пакеты. Да, да. Бус Моторс будет рад принять. Ребята готовы к тому, чтобы спонсорские пакеты были на тачках. Там Бус Моторс. Такая бэшечка. Ты, кстати, губу новую на бампер купил? Да. Нет, все же есть, все открашено. А, да, у тебя же и бампер новый, точно. Да, там все новый. Задний даже новый, да. Когда Рива? Скоро. Парни сказали, что Риву делают топово. О, Тёмин Лавр. У него, походу, открашена подкапотка. Сейчас посмотрим. Так, он её покрасил в мятный такой цвет. Прикольно. Насколько я знаю, Тёма будет просто обслуживать мотор и закидывать его обратно. По внешке вроде тоже особо ничего не будет делать. Наверное, фендеры поставят какие-то. Задние фонари поменяет. Задние фонари на Лавр, это уже дефицит считается. Их уже просто так не купишь. Раньше их было просто как мусора. Сейчас блогеры распиарили Лавр, как мне говорят. И всё, на него почти ценненький космос. Но не знаю, верить этому или нет. Так, тут у нас Рива. С ней, в принципе, с прошлых разов ничего не поменялось. Она так же стоит. Подходим к Гошиной Жиге. Это семёрка. Он сказал, что он её всю раздолбал. Но на самом деле, ну да, морда немножечко так. Покоцана. Здесь тоже покоцана. Вот это крыло. Ежесезонный обзор демейдж. В конце сезона. Да и всё, в принципе. Ну, заднее крыло. Вот это, кстати, оно так и было. И это крыло. Ну, двери хоть целые. Двери на Жигу, это тоже, короче, дефицит сейчас уже такой небольшой. Так, Пархо шестёрка. Я знаю, что недавно дал прокатиться. Ему запилили вот эту часть. Нормально так ушла. Ну, ничего, я думаю, это крыло. Его можно, в принципе, переварить. Крыло стоит недорого. Там что-то рублей 700. И покрасить баллончиком. В принципе, одного баллончика хватит. Можно восстановить. Я думаю, что он будет восстанавливать. Вот зимы-то в Питере-то не было особо, на самом деле. Так, в целом, ну да, помято. А теперь идём делать обзор демейджов моей Жиги, моей пятёрки, после зимы. С учётом того, что я на ней выезжал один раз. А, нет, два раза ещё на культуру приезжал. Демейджов у неё нету вообще никаких. И то, смотрите, царапка свежая. Вот, синяя причём. Этого не было. Это кто-то поцарапал, видимо, когда она выезжала. А, ну и вот эта вмятина, она образовалась в первый день. У меня просто дверь ветром открылась очень дико. А там не было стопоров. И здесь погнулась. Да и всё. Она так и стоит. Ждёт следующего сезона. Не удалось покататься в этом сезоне на пятёрочке. Оставил её без внимания. Но и зимы особо не было. Я всё время, когда уезжал, то я в Красноярске, то в Сочи. Уйдёт снег в Питере. Меня здесь в Питере нету. Приезжаю. Здесь как бы зимы, как и не было. Тут же у меня новые дисочки на гаечках. Красота. Тут ещё стоит секретный проект Бус Моторса. Зиппер на моторе сзади. Боевая заготовка к зимнему дрифту. Всех дёрнуть. Но, к сожалению, непонятно, когда она поедет. А ещё у меня тут важная информация к 8 марта. Ребят, мы вместе с тётей Рут делаем коллаборацию небольшую. Она мне поможет. Я ей тоже помогу. И делаем такую спешл-акцию для тех, кто заказывает кастом-букет к 8 марта с промокодом STILLOW. Всегда пользуйтесь промокодом STILLOW. Для ваших родственников или для второй половинки. И для тех, кто сказал при заказе промокод STILLOW, я среди этих людей выберу трёх человек в Петербурге и лично им на сливе доставлю букетик. Плюс ещё подарю наклеек, ещё какому-нибудь мерч. Кто хотел сделать реально необычный букет, чтобы всё сделали красиво, я всё время Ксюше дарю, она прям в восторге. К 8 марта уж точно можно потратиться разок и заказать себе букетик. А с промокодом STILLOW, возможно, я лично вам его доставлю. Ну, вам доставлю, а вы уже там подарите. Маме, там, бабушке, сестре или девушке, жене и так далее. Это не реклама, а просто такое небольшое включение, а небольшая акция с Инстаграма. Стилочку на тётю Рут в Инстаграме вот здесь вот оставлю. Пишите, спрашивайте и заказывайте. И не забывайте пользоваться промокодом STILLOW. Он всегда даёт бонусы. Субтитры сделал DimaTorzok